вот так это выглядит до обрезки такие пышные кусты так вот все это еще недавно цвело бурелом короче начинаем первая часть в действии вот так выглядит после обрезки здесь 37 кустов такая высота вполне устраивает до весны а вот эта громадина она конечно все розы вытолкает у меня в скором такой высоты живет ее . ну все с началом вот так выглядит этот участок роз после обрезки и засыпки черноземом на зиму все розы достойно дождутся весны в таком положении обрезка любимый жордан до франции вот такое срезать конечно жалко смотрите какие листья сколько бутонов на вся 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 в бутонах первый ряд я уже срезала и у меня высажены шахматкой вот такие вот зеленые красивые бутоны так входит на зимовку жордан де франции а со штабами во первых я их пригнула сначала бутылками потом укутала и сверху землю присыпал по-моему куда уж вернее для меня штампы первый год перестраховалась немножко так переземную джорган де франции вот так вот 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 так вот выглядит все подстриженное и усыпанное землей сверху. Все, до зимы. Абсолютно больше ничего с этим не делаю. Вот так вот выглядит ряд, где плетистые розы, молодые. Молодняк. Вот так вот укладываем дугами. И все, и не подрезаю их. Листики не срезаю, ничего не делаю. Вот так вот лежат до весны. Это шрабы, они повыше. В общем, весь сад выглядит уже красиво и ухоженно. С этой стороны сада два штамба в своем направлении. Тоже белая. Это спамбон 60-ка укутанный. Сверху еще землю присыпала. А здесь шрабы. Поэтому повыше. Где-то сантиметров на 50 оставила им высоту. Ну, по-моему, зеленого будет все отлично. Все. Листья сами опадут. Железным купоросом потом обработаю. Это немножко припылило. Калий-магнезия подсыпала. Есть. А так все листочки очень зеленые. Все розы срезаны. Все плетистые уложены. Вот на такие вот металлические скобы. Ну, вот так выглядит убранный сад. Обрезанные все розы. Все готово к зиме. Очень все чисто и достойно. Шрабы пригнуты. Вот это вот выглядит так. Роза, которой невозможно пригнуть. Которым уже больше пяти лет. Белым укутали. Столбики стоят. Как видите, все листья оставили просто. Взяли их, связали бечевкой и укутали. Самые основные стволы. А низ присыпали землей. Все. До весны. Весь сад со всех сторон, где роза, выглядит именно так. Это розы молодые. В год, два, три. Вот это розы постарше. Шрабы. Все убраны на землю. Это вот пригнуты плетистые. Надуги пригнуты. Молодые плетистые. Листья ни в коем случае убирать у них не надо. Они еще дозреют и свою всю силу отдадут. Эта синтеза никто еще не отменял. И дни солнечные еще будут. Все. До следующей весны. 17 ноября. Успели ровно день в день. Потому что 16 вчера весь день шел снег. Вот результат. Все розочки будут под снегом. Те, которые пригнули плетистые, тоже будут под снегом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.